Друзья, всем биатлонный привет! На сайте подробностей.ua мы начинаем наш биатлонный новый проект, который так и называется Биатлон Кубок Мира. Я Сергей Рушницкий, а наш сегодняшний и первый собеседник это Александр Жирный, Александр Жирный, член сборной Украины по биатлону. Саша, здравствуй! Здравствуйте! Саша, вот давай сразу перейдем к биатлонным делам. Через два дня у нас начинается, через четыре дня начинается первый этап у Кубок Мира. Сейчас команда приехала с тренировочного сбора с Канады, с Кенвора. Как так оказалось, что ты в Киеве? Мы, конечно, хотели бы пригласить сюда всех ребят, все разъехались по домам. Ты в Киеве. Как тебя занеслось? Ну, то, что решил заехать в Киев, то, что мало дней и нет смысла ехать домой. Вот. Решил остаться здесь, отдохнуть, отвлечься немного, переключиться и собраться и уже ехать на старт. Сумку собрал на стартсунду уже? Все, уже готово. Что обычно биатлонист с собой ложит в большую сумку, потому что вы езжаете на... ну, фактически до середины марта. Самое основное, это теплые вещи, конечно же, тренировочная, там какая-то парадо-выходная форма тоже имеется. Ну, естественно, оружие, лыжи и все, что нужно для выступления на соревнованиях. Саша, мужская команда провела две недели в Канадском Кенворе на тренировочном сборе. Вот давай вот так вкратце, как вообще прошел сбор? Ну, во-первых, мы там были две недели, а чуть больше. Мы там были около месяца, сбор прошел очень хорошо, плодотворно. Мы там сделали большую работу. Все, что запланировано, было сделано и мы остались довольны, в принципе. Я общался с главным тренером. Он говорил, что были дни, когда температура доходила до плюс 18 и тренироваться приходилось на искусственном снегу. И вообще, Юрай Санит рассказал, что там бывал и до этого, таких аномальных температур там не видел. Да, действительно, там температура была очень теплая, но в какие-то дни. И они и сами, даже канавцы, сказали, что это, наверное, рекорд за последние сто лет, чтобы в это время была такая погода. Перелет Кенмор, Киев, потом Киев-Астерсун, тяжеловато, наверное? Ну, тяжеловато было. Если говорить про себя, то, что первые три дня, когда мы туда прилетели, именно по времени была большая разница. И было сложно немного войти в этот режим. И со сном бороться приходилось так, не на шутку. Сейчас спать хочешь или нет? Сейчас уже нет. Слава Богу, почему-то адаптация обратно прошла для меня нормально. Хотя все говорили, что обратно будет сложнее, а так пока я не замечаю. Я был на Олимпиаде в Ванкувере, я вот помню, ты рассказываешь, я вспоминаю практически те же ощущения. Саш, мы с тобой когда договорились об интервью, ты сказал, что плохо ориентируешься в Киеве. Как часто ты вообще в столице бываешь и где уже успел побывать? Ну, в Киеве, да, когда мы заезжаем, или же перед сбором, или же после сбора приходится оставаться в каким-то делам, там, или нет обследования, какая-то проверка. То есть, естественно, останавливаюсь в Киеве на день-три дня и стараюсь где-то побольше походить, увидеть, узнать, посмотреть и лучше изучить Киев. Было время в Кенморе побродить, посмотреть на канадские пейзажи? Ну, было, ездили там в соседний Бамф, город тоже похож чем-то на Кенмор, но чуть больше, там больше туристов и более активнее люди присутствовали, чем в Кенморе. А в Кенморе я уже был, получается, третий раз в своей карьере, так что это место у меня знакомо, и, в принципе, много ничего такого там не увидел, а так там очень хорошо, красиво, мне там нравится. Как вообще в плане, там, отдыха, свободного времени новый тренер Юрай Санитов, там, да, вот, более, скажем так, диктаторские какие-то методы, да, там, закрыть всех на базе, там, или вот, есть с чем сравнить вообще? Ну, тренер новый, очень интересный, необычный, к работе подходит легко, с какими-то даже шутками, и чтобы народ не чувствовал никакого напряжения, есть время, чтобы расслабиться, дает отдохнуть, и как-то сам принимает активную участие даже в нашем отдыхе, планирует какие-то там мероприятия, допустим. Сав, скажи, пожалуйста, насколько вообще вот работа, изменилась работа, тренировочный процесс при новом тренере? Вот мы общались с ним, он сказал, что он добавляет в тренировки там больше имитаций, да, есть такое? И вообще, если в общем говорить, да, вот что он принес такое, чего до этого времени не было? Ну, естественно, у каждого тренера свои новые наработки, и от него, допустим, в этом году я увидел то, что больше начали делать объема, именно велообъема, кроссовых тренировок стало больше силовых, вот. Ну, и какие-то упражнения новые в стрельбе, которые тоже помогают нам более, лучше, еще лучше стрелять, и уже лучше трансферироваться на работе на рубеже. Я вот люблю рыбалку, я часто во сне ловлю рыбу, ты не стреляешь во сне? Нет, но рыбалку я люблю. Рыбалку тоже любишь? Мы, да, об этом поговорим с тобой, я думаю, чуть позже. Давай тогда чуть ближе к биатлонам, делам, есть у нас результаты последней контрольной тренировки, ты был третьим среди наших шести ребят, у тебя два промаха, и такие же где-то результаты у тебя были во время первой контрольной тренировки, которая проходила совместно с канадскими и американскими биатлонистами. Вот можно ли по этим тренировкам судить, что вот, ну, судя по протоколу, да, что ты вот где-то в серединке находишься, ну и в какой-то, скажем так, средней форме себя чувствуешь? Ну, действительно, на данном этапе, я не считаю, что вся команда набрала свои максимальные возможности, то, что сейчас проделали большую работу именно в каточный сбор, он был более объемный, и эту нагрузку надо еще переварить. И уже с помощью стартов мы выйдем на определенную форму, и будем расти-расти от старта к старту, я так думаю. Юрай Санитров обещал пик формы на чемпионат мира. Надеемся, что он так будет, раз ты не сказал так. Саш, много болельщиков обсуждают вариант стартового состава на первый старт в этом сезоне, это одиночная смешанная эстафета. Ты в Кенморе в прошлом сезоне бежал с Юлией Джимой. Вы тогда были шестыми, больше минуты, по-моему, проиграли французам, которые победили. Есть какое-то понимание участия или неучастия в этом виде программы в Эстерсунде? Ну, естественно, мне охота пробежать одиночную эстафету, можно даже и с Юлией Джимой повторить то, что мы в прошлом году пробежали. Есть уже опыт, какие-то наработки свои. И если тренер решит, что нужно бежать мне, то, естественно, я выйду на старт и сделаю все возможное. То есть у вас разговора на эту тему еще не было? Еще конкретно у меня был разговор. Насколько в этой дисциплине зависит, опять-таки, если отталкиваться от комментариев болельщиков, многие пишут, что жирный бы лучше выступил, сварвенец, спидгрушный, жимы, разные варианты прочитывают. Насколько вообще в этой дисциплине важна связь с партнером по команде? Казалось бы, ты бежишь свой этап, она бежит свой этап. Есть какая-то связь? Важна она или нет? Естественно, связь она есть. Мы должны чувствовать и понимать друг друга, что работаем вместе, сообща, и должны как можно меньше использовать дополнительных патронов, чтобы быть всегда в головке лидеров. То, что если один где-то начинает больше брать на патрон 2, это опять же 10-20 секунд накидывается на время. А на такой короткой дистанции, тяжело отыграть, все решаться будет на стрельбе. Кто возьмет меньше патронов, кто-то будет впереди. Саша, перед нашим интервью ты сказал, что чуть-чуть волнуешься, никогда не гримировался, никогда не выступал этой роли. Ты потом сказал, что сравнил это с волнением, которое бывает на стадионе, стрельба, много болельщиков, особенно это немецкие этапы. С приближением первого этапа есть? Какой-то мандраж присутствует? Ну, мандраж он всегда есть. В здоровой дозе, в нормальной дозе? Да, в здоровой дозе, потому что уже старт у меня не первый, как говорится, на Кубке мира. Большой мандраж был это в первый год, когда начал выступать. Очень было волнительные такие ощущения, моменты. И было тяжело себя настроить и показать тот результат, на который я способен. Сейчас, как-то я смотрю, уже более спокойно и уверенно вперед, что предстоит сезон, нужно настраиваться и работать. То есть ты себе прицелился, руководитель, бушующий стадион, тебе как бы это уже все... Я стараюсь как-то отвлекаться от этого, потому что мы спортсмены такого, как говорится, уровня и класса, что должны уметь переключаться на любые ситуации и не обращать внимания на какую-то толпу или какие-то отвлекающие моменты у нас. У нас есть цель, мы должны поразить. А кто у вас биатлонистов, да, там, ты видишь их непосредственно на трассе, на рубеже огневом. Вот кто, может, там, с других стран, кто больше всех умеет, как бы, абстрагироваться от таких всех эмоций, от стадиона. Вот есть такие биатлонисты, мировые бюджеты? Есть, есть. Кто, кроме Фуркада, мастер такого делает, который, там, может, я не знаю, там, хоть на Маракану, на Бразильскую, там, выведено стрельбище, он как бы... Нет, конечно же, бросается сразу же взгляд у Берн Даллина, который король биатлона считается, и при виде этого человека ты понимаешь, что в нем это все заложено, это все есть, и он умеет этим пользоваться. Это сразу же видно. Когда я даже увидел первый раз и понял, что это человек сверхспособности, сверхмотивированный и готовый биться до конца. То есть, если вот четвертый этап эстафеты, Берн Даллин бежит первый, ты второй, Украина вторая, вы вдвоем приезжаете на последнюю стрельбу стоя, вот на одном коврике ты, рядом Берн Даллин, дрогнешь или нет? Ну, это можно проверить, я думаю, что в момент уже, когда будет идти работа именно на рубеже атак, просто не нужно обращать внимание на соперника, кто бы там ни стоял. У тебя есть свой рубеж, ты должен попасть в себе пять мишеней и быстрее уйти. Читал одно из твоих интервью в прошлом году, заглавие такие было, что планирую себя попробовать на четвертом этапе эстафеты. Вот желание осталось? В принципе, я готов бежать в любой этап, как решат тренеры, а так пробовать уже осталось слишком мало времени до Олимпиады и уже нужно конструироваться именно на одном этапе конкретно, пока не буду говорить именно на каком, потому что мы еще ведем диалог с тренером. То есть на сборах эти беседы уже ведутся, проговариваются? Естественно, он уже продумывает какие-то моменты, кто где должен выступать. Он видит, что может человек сделать, какой момент и как себя повести. То есть, скажем так, у вас какие-то наработки есть, но ты просто пока не можешь нам их озвучить? Да, мы уже начали работать в этом направлении, уже подготавливают определенных спортсменов под определенный этап. Скажи, пожалуйста, насколько вот украинская сборная никогда не славилась тем, что в мужской команде была достаточно, скажем так, большая нормальная конкуренция? Вот я бы сказал, что сейчас, наверное, тоже не хватает этой конкуренции. Вы чувствуете в такой момент или нет? Почему не хватает? Конкуренция, она всегда была просто в свое время и всегда по-разному. Есть, конечно же, лидеры, есть кто-то, кто тянется за ними. И определенный рост в команде присутствует каждый год. Сколько я уже нахожусь, третий сезон, и уже чувствуется, что где-то мы начинаем добавлять и не облядываемся назад. Вот Виталий Кельчицкий 4-0 на контрольной тренировке бахнул, дышит спину асом. Согласен, Виталий Кельчицкий, да, хорошо умеет стрелять. Но это была контрольная тренировка. Не забывайте, что это не соревнование, где человек может вести себя. Где при бушующем стадионе в руководинге можно подстаться. Здесь ты больше себя чувствуешь комфортно, а то, что ты бежишь внутри команды. А не при полном стадионе, не при полном соперниках, которые еще стартуют впереди или за тобой. Саша, в одном из последних интервью президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, даже могу его процитировать, сказал, что он давал характеристику каждому нашему биатлонисту на данном этапе. Он сказал, что, дословно, Александру Жирному при достаточно надежной стрельбе не хватает скоростной выносливости. Вот можешь прокомментировать этот момент? Да, такие моменты у нас тоже есть. И чувствуется, что где-то не хватает на последнем круге именно скоростной выносливости. Это связано с тем, что организм, может, еще не успел разогнаться, набрать те кондиции, чтобы уже показывать максимальный результат, на что ты способен. Я вот так думаю, что еще нужно время чуть-чуть подождать, чтобы это все переварилось. То есть, есть шанс и надежда, что в этом компоненте, в этом сезоне можно продвинуться? Почему бы нет? Работа была, говорю, проведена еще раз. Очень хорошее за лето. И думаю, что мы шевнули вперед. Тебе 30 уже в декабре. Не в декабре, а в феврале, 21-ое число. Уже 30 лет, но я не верю в это, что мне будет 30 лет. Саш, скажи, пожалуйста, вот буквально перед тем, как встретиться с тобой, увидел новость, я вот даже забегался, я не успел разобраться, или это сегодняшняя новость, или раньше, о том, что Международный союз биатлонистов решил сократить временной интервал с 30 до 15 секунд в заключительной четвертой группе в ходе спринтерских гонок. Ну, сам еще я эту информацию не читал. Тогда я тебе сообщаю, и тогда тебе это новость. Да, свежие новости, приятно слышать. Я считаю, что да. Вот таки, приятно или неприятно? Ну, сейчас я объясню, почему это приятно. Потому что четвертая группа, обычно бывает, что большая разница именно в трассе. Разбивает это сильно трасса, и соперники, которые бегут в первой же, первой, второй группе, имеют преимущество. Именно в скольжении, именно по ходу продвижения, потому что ты меньше затрачиваешь сил, нежели когда стартуешь в конце. Там четвертая, пятая группа не всегда удачна. Здесь есть случаи, когда и наоборот бывают. Естественно, что есть случаи, когда бывает наоборот. Это примеры такие, когда в первой группе может пойти снег, а в середине он может закончиться. Это сравнимо то же самое, что люди едут сначала по свежему снегу, когда лыжи катят хуже, а уже в конце появляется глянец, и те соперники, которые стартуют сзади, имеют преимущество за счет скольжения. А это на время отражается сильно. То есть ты заново введение поддерживаешь? Ну, в принципе, да. Если стартуешь в четвертой, пятой группе, через 15 секунд, то это лучше всего. Ты в прошлом сезоне, насколько помню, часто попадал в последнюю группу? В последнюю, первую. Пробовал там и там, но не всегда они были удачны, если честно. Даже вспомнить гонку в Руполинге, я стартовал четвертым номером, стрелял одну минуту штрафа, надеялся на хороший результат, потому что в гонке одна минута штрафа, это хорошая стрельба, чуть ли не отличная. А так получилось, что была первая группа, и мы бежали чуть по свежему снегу. А те, кто бежал уже после второй группы, имели преимущество, пошел глянется. То, что мы накатали изначально, первые номера, им было лучше, а кто стартовал сзади. Тем самым они при большем страфе обыграли просто на глазах. Я задавал этот вопрос, глядя на результаты первой контрольной тренировки, то, что было с канадцами и американцами, была высокая скорострельность. Все вкладывались, грубо говоря, в 28 секунд. Я этот вопрос задавал тренеру Юра Санитри, он говорил, что над этим компонентом работаете, потому что, особенно в эстафете, эти секунды нужно убирать. Продвинулись в этом компоненте, и в этом, и коллеги по команде. Это все в процессе, естественно, что тренер нам накатил тренировку, дает определенные задачи, где нужно поработать сегодня более тщательно. Допустим, в целиком плане, что он говорит, что нужно сделать быструю изготовку, быстрый первый выстрел и попасть все, как говорится. Все в ритме, в одном стрелять, и не сбиваться, и делать все четко, ровно, как ты умеешь. Где-то подсказывает, останавливает и говорит, что там-то, там-то ты чуть задержал, или наоборот, слишком быстро сработал. Легко сказать. Да, делать сложно чуть-чуть. Саш, давай чуть от результатов отойдем в сторону. На твоем профайле, вот я раньше не обращал внимания, казалось бы, я думал, что я знал, а оказывается, что не знал. Русский, немецкий язык у тебя, откуда знание немецкого языка, и насколько ты хорошо вообще владеешь? Можешь там, я не знаю, там, с шемпом там... Поговорить... Перетереть после старта. Перетереть насчет... это громко сказано, а так, пообщаться, спросить, там, как дела еще, что-то можно сделать. Ну, я изучал в школе немного немецкий язык, и мне более как-то он знаком и понятен, какие-то фразы. То есть, если ты попадаешь там в гонки, в рупординге, там, в призы, идешь на пресс-конференцию, и тебя просят на немецком изъясниться, сможешь или не сможешь? Нет, 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 это, конечно, слишком долго, и сложно будет на немецком языке все там, пресс-конференцию говорить. Скажи, пожалуйста, ну вот, когда я вот нашим коллегам говорил, что к нам в гости придет жирный, они вот, ну, это девушки, которые у нас есть, которые интересуются биотлоном, которые не совсем, они спрашивали, это фамилия или это, там, я не знаю, там, погремуха какая-то. Откуда фамилия жирная, можешь объяснить? Ну, для Украины это редкая фамилия. Ну, вообще у меня дедушка рассказывал мне, что мои корни идут с Львовской области, так что все тянется оттуда, вот, но здесь пока я не нашел родственников, и пока не могу объяснить, рассказать точно. Вот это еще и фамилия, я думаю, что какая-то такая из старых времен, типа, там, купцов каких-то, вот, дворян и так далее, вот, с этих людей это все прошло. В школе дразнили как-то? Ну, не скажу, что сильно дразнили, так как я мальчик, я могу ответить и постоять за себя. Я вот, я вначале, если это услышал, я сказал, там, я Сергей Рушницкий, да, вот, ты знаешь, что значит на украинском языке слово Рушница? Нет. Ты уверен? Ты это держишь во время тренировки, ты держишь это в руках на каждой тренировке, почти на каждой. Я задавал как-то этот вопрос Наташи Бурдыге, она сказала, да, конечно, знаю, это же полотенце, рушник, полотенце, но это не полотенце, она ошиблась, то же самое. Рушница, рушница, ну, рушница, нет такого слова, это просто зазвучное, рушница на украинском языке это ружье. Биотон, ружье, винтовка, ружье, ну, должен был бы знать, ну, я думаю, что теперь будешь знать. Саша, мы закончили с этой частью, смотри, вот, я предлагаю такой вариант, вот, у нас когда будет формат именно видеоинтервью, да, мы будем с гостем, у нас будет больше времени, вот такая рубрика стрельба или 150 штрафных. Так, я тебе задаю пять вопросов, пять вопросов, как пять выстрелов. Попал, ну, поехал дальше по дистанции, если нет, то пошел на, ну, на условных 150 штрафных метров. Я тебе даю, так, не посматривая бумажку, достать телефон времени не будет, я тебе задаю пять вопросов, на каждый вопрос есть два варианта ответа, ты выбираешь, где. Первый стрельба. Есть, попал. Слишком, слишком, слишком легкий для тебя вопрос. А почему ты думал, что там где-то шестой, седьмой, там потеряешься? Нет, я не буду теряться, потому что первые этапы в январе... Я думал, может, первых три помнит там, а дальше не помнит. Нет, нет, в январе я знаю, что первые этапы это начинается с Оберхов, а потом Рупольник. Вот, Оберхов третьего, вроде числа, начинается, а Рупольник как раз там. Оберхов после застольной как раз, а потом уже народ раскачивается, Рупольник, да, я не доработал. Так, первый попал. Второй. В прошлом сезоне, Фуркат, Вестерсунди, выиграл спринт или спринт и пасюд? Гонку и преследование. Можем подумать, да, щит. Да, я тебе секунду. Как стрельба, 25-30 секунд у тебя есть. Выиграл спринт или же пасюд? Да, нет, спринт или спринт плюс пасюд. То есть, пасюд, он стартал первым, он выиграл его или нет? Сейчас, на 100% не могу сказать, что... Пять секунд, Саша. Он выиграл там спринт, я думаю, а в по счете... В по счету не выиграл. Саша, я тебя отправляю на первых 150 штрафных, потому что он тогда выиграл и спринт, и пасюд. Если не веришь, зайдешь в протокол, посмотришь. Нет, я не верю вам. Да, в 150 штрафных Александр Жирнов идет на первый круг. Третий выстрел, опять-таки, вот да, то, что я говорил там, от балды. Проверим, как ты хорошо знаешь своих коллег по команде. Дима Педручный. Первый старт на Кубке мира у него был 13 декабря 2012 года. Я думаю, что он от этих цифр сам не помнит, но мне главное тебя запутать. Он тогда не попал в очковую зону, он был 98-м или 89-м? 89-м. 98-м. Саш, ты уже практически застрелился в трех. Я тебя уже отправил на два круга. Я не думал, что там будет так далеко. 98-м. Вот, значит, я этот вопрос хорошо проработал, запутал тебя. Но я же еще раз говорю, я не уверен, что Дима бы, наверное, сам ответил бы на этот вопрос. Я думаю, что... Давно это... Хотя первое, да, за счет того, что первое, может быть, да. Четвертый. Два года назад на страницах плейбой появилась Мириан Гёснер. Знаешь ее прекрасно, кто ее не знает. Там же появлялась и Доротея Вира, еще одна красавица мирового биатлона. Кто из них снялся в обнаженном виде? Вира или Гёснер? Следил. Следил, знаешь. Эти новости и фотографии были... Обсудили, обсудили. Обсудили, я думаю, что в каждой команде мужской обсудили эти фотографии. Так, немного. Саш, попал, да. Вот здесь скорострельность. Когда такие вопросы, скорострельность совсем другая хорошая. Саш, пятый вопрос. У тебя с 4 в 2, ты зашел уже на два круга. Как Берндали называют свою жену? Новую жену ее знаешь, да? Да, Дашенька. Дашенька или Дашуля? Он вот буквально пару дней назад в пост в Фейсбуке, вот там, мы с Дашенькой или Дашурей, там, мы готовим, там, какие-то блюда. Была ее фотография в Фейсбуке. Дашенька или Дашуля? Наверное, Дашуля. Окончательный вопрос. Не вопрос, а ответ. Так. Это последний, поэтому я тебе там набрасываю еще 5 секунд. Ну, пусть будет Дашуля. Саш, Дашуля, ты попал последним выстрелом, поэтому у тебя два... Два круга. Два круга, да. Мы будем твои результаты сравнивать теперь с другими гостями, когда они к нам будут приходить. Ну, ты первый, я тебе желаю, чтобы ты в настоящей гонке стрелял только на ноль. Саш, спасибо тебе большое за интервью.